Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, помните, да, помните, что мы говорили. Во-первых, обращаясь куда-либо с каким-то заявлением, вы тем самым должны быть готовы к тому, что заявление и в вашу сторону точно так же. Точно так же, да, это ключ, без которого это не сработает никак. Поэтому вы честны должны быть по отношению к себе и готовы должны принять любое, что происходит. Вы отдаете. Вы не просто честны, а вы должны быть уверены в том, что виновата другая сторона, и это совершенно объективно. Даже не в этом дело, не в этом. В первую очередь, вы должны принимать любое решение, которое оттуда пойдет. То есть, вы видите, я отдаю на ваш суд, на ваше возрение. А зачем отдавать на суд, зная, что ты виноват? Нет, зачем? Правильно. Тебя никто не заставляет. Это же совесть работает. Если ты хочешь, как это сказать, себя... Ты знаешь, что ты виноват, иди, справляйся. Зачем здесь... Вот, вот. А здесь ведь речь идет, Алексей говорит, о том, что когда ты не знаешь... Смотри, когда ты... Давай так. Вот тут как раз еще один ключик, который более потаенный. Сейчас мы его достаем, такой золотой ключик. Кому не нужен? Нужен. Включаем. Значит, ситуация какая? Когда ты готов принять что-либо, ты в этом случае понимаешь, что ты, ну, не виноват, да? Ты откровенно, совесть тебе говорит, ты не виноват. Но вот ситуация доходит, может дальше развиться в очень неприятной ситуации. Зачем дологить? Но если вдруг ты чувствуешь, что что-то тебя тормозит, совесть говорит, э-э, брателла, тут что-то не то. Ага. И вот это как раз первое показать того, что тебе не надо туда вращаться, а надо прийти и сказать, простите меня, дуру пьяную. Да, да, да. Я исхожу из того, что человек честен перед самим собой, да? И в этом случае он точно знает, что не виноват. Да, да, именно так. То есть вот этот потаенной ключик второй, но еще и вам поможет еще, вдобавок, быть честным самим собой, превзойти гордыню. Большинство людей, которые пытаются самостоятельно эту ситуацию разрулить, это такие люди, знаешь, я крутой, я самоуверенный, это гордыня. Понятно. Вот, у нас вот пол России такие. Вот, поэтому это один из способов, во-первых, научиться превосходить гордыню и научиться честно говорить, что я виноват. Если ты сказал, что я честно, я виноват, ты идешь просто и говоришь, прости, я был неправ. Вот это самое важное. Если человек сумел сказать, прости, я был неправ, это все снимает вообще себя. Туда бы обращаться уже не надо. Все решается здесь. И когда, когда, я сказал, что это быть готовым принять удар на себя, это заставляет человека подумать, а я на самом деле виноват. И тогда здравомыслие проявляется, честность открывается и много чего другого. Решаются проблемы бытовые. И тогда сюда обращаться надо. Просто вот это решается в этом уровне. Тогда человек может гордыню превзойти без каких-либо пробоведей, без каких-то там умных книг. Просто понимаешь. То есть, понимаете, сколько вот в этом простого, как разного упражнения. Не может посмотреть, что это выбивание пробок из самого себя. Вот и все. Да, и все. То есть, когда я это вам давал, тут еще были кучи. Там еще есть по этому поводу ключики, которые, может быть, даже не стоит говорить. Но они будут скрываться потихоньку. Я хотел сказать еще. Там не обязательно же придет кому-то наказание, а все говорят, вот или меня, или он накажет. Даже могу сказать просто, спасибо, земли не принято. Вот. Ситуация под контролем. Так, наверное. Ну, а ситуация-то не решится. Нет, нет, нет. А тогда было задумано нашими силами. Смотрите, смотрите, смотрите. Иногда, иногда дорого не то, что решается ситуация, а важно ваше проявление и ваша готовность принять в случае того, что если вы виноваты, удар. То есть, честность ваша. Я честно готов принять удар на себя. Вот это дорогого стоит. У нас многие люди боятся принять удар на себя. Я же говорю, вот такая детсанская такая. Мой горшочек чистенький, а у него пописали, вот накажите за него. Даже не вылил его, не помыл, да? А я хороший. А сам, между прочим, только что сделал тоже сам другой горшочек, условно, да? Вот. У нас многие люди не готовы к этому. Гордыня. Какая-то самообмана. Самообмана, да, проявленная высокомерие. А вот тут важно. Ты как человек созрел. Ты как человек, духовная личность твоя, какая, на ком на уровне. Ты готов признать свои ошибки. Ты готов на себя взять ответственность, если ты не прав. И вот когда ты говоришь, да, им столько же, сколько и мне, одинаково. Виноват я, как Чапай говорил, руби Чапая, да? Виноваты они, руби их. Все, вот ты ставишь, вот так вот. И я пойду, вот моя голова, вот моя шея, рубите, если виноваты. И эта ситуация или-или. Да. И вдруг раз просыпается, а я же ведь сам горшочек-то чужой наделал. И не помыл его. Ребята, стоп, я все понял, не надо ничего. И начинаешь извиняться. Все решается. Нет, но это перед заявлением. И все решается. Обдумываешь. То есть, когда вы начинаете здравомыслие проявлять, мир меняется. Мир. Когда здравомыслие не проявляется, когда проявляется гордыня, высокомерность, мир ухудшается вокруг вас. Мир всегда отвечает. Коперовальный аппарат опять то же самое. Вы высокомерны. И к вам высокомерны. Вы так, как вам еще больше. Что же такое в этой ситуации? Сейчас есть один вопрос. Мне кажется, что я же объяснил, что если человек чувствует, что он готов свою голову подставить под удар, точно так же, как и тех подставить под удар, может, своим заявлением их под удар подставляет. Но если вдруг он чувствует, что он где-то сам виноват, он просто честно скажет, оп, я понял, я понял. И перешагивает через вот этого биоробота своего. Это я все понимаю. Я хочу конкретно делать ситуацию с телевизором. Выключить его. Я сейчас нажимаю телевизор. А, вы перешли на частности. Телевизор за плечом. Просто, нет, был вопрос какой. Как себя проявить так, чтобы закончить, только вы не продолжите это дальше, да, и закончить. А вот дальше уже проявится так, как ты должна сделать уже в данной ситуации конкретной, потом появится выход. Ага, то есть просто как бы... Ты отдаешь. Отдаться тому, что... И расслабиться, и получить удовольствие. Да, именно. Понятно. Я так... Отдаю. Вот мы рассматриваем конфликтную ситуацию, в которой, ну, некто пишет заявление. Правильно же я? Да, да. Ну, почерк. А еще он... Да, да, да. А вот теперь скажи... И дальше ты показываешь, как это работает. Вот так вот это работает. А теперь вот такой вопрос. Если мы не будем писать заявление, оно будет работать или нет? Не будет. Если заявление не написано, как оно будет работать? То есть, вот грубо говоря... Где твоя позиция? Позиция-то где? В чем? Я не... Сейчас, подожди минутку. Сейчас про мою позицию, если надо, я скажу. Ну, сейчас вопрос по модели. У нас есть конфликтная ситуация. В принципе, телевизор был просто как пример, правильно? Там такая большая конфликтная ситуация, в которой мы сейчас не знаем, кто из написавших виноват. Кто-то написал заявление, и она разрешится так, как ты объясняешь. Она так и так и разрешится. Но вот здесь возникает вопрос. Если в этой конфликтной ситуации такого заявления, то есть, прямого обращения с и текстом, который приблизительно... Канонически, да, или неканонически сформулирован, вот если этого обращения нет, будет ли наказан виновный и поощрен невиноватый? Вот я прошу прощения. Ну или как-то. Разрешена ситуация? Довольно ли они разведены со своим грузом по сторонам? Давай так. А с какой стати это должно произойти? Наказание и разрешение? Ну то есть, нет или да? Тут же вопрос. Нет, просто тебе встречный вопрос. Почему это должно произойти? Ну, например, потому что, если мы рассматриваем, что процесс оба этих объекта соединены через высшее Я, а также вот все здесь сидящие, значит, это высшее Я хочет, чтобы мы были соединены и имели определенное взаимодействие. Его законы нам непонятны, мы тут сами лбами бьемся. Ну и бейтесь. Ну и бейтесь. Нифига оно так не может сказать, потому что мы же все перебьем. Сильный перебьет слабых, это я упал. Оно нас здесь... Тебя это устраивает, бейся. Я сейчас не об этом. Я только лишь спросил о том... А я тебе уже ответил. Если ты... То есть, ответ нет, не будет работать без заявления. Нет, там есть варианты. Давайте... Ты проснулся, написал заявление. Друзья, жизнь не настолько дуальна, чтобы ее представлять, да или нет. Ну, я в данном случае упрощаю. Я не про дуальность жизни. Вот. Поэтому ответить да или нет в данном случае я не могу. Потому что пусть будет уточняющим. Хорошо. Дальше. Дальше. Суть какая? Мы же говорим проявление своей жизненной позиции. Созрел ты или не созрел? Осознал ты, что происходит? Ну, ты же осознал, что это вредит. Я же предъявил, да, всем. Это вредит, в первую очередь, тебе. Значит, ты имеешь право уже вмешаться. Но если у тебя есть дети, продолжение твоего рода, продолжение вот этих родов, да, и твоего рода в частности, здесь земное, значит, через вот эту дрянь они так же разрушаются. Получаются выродки. Если они встречаются с другими родами, где такие же выродки будут, тебе нужны потомки выродки? Нет. Значит, ты, заявляя о себе свою позицию, гражданскую позицию, да, ты тем самым все вот эти вот уровни управляешь. Ты берешь ответственность за это. И там придется что-то им уже менять. А как менять? Это уже они придумали. Это уже не тебя должно волноваться. Но если ты не ответил... Если я не заявил. Не заявил, да. Ты не проявил, ты не созрел. Ты почему-то решил сидеться в тине, в болоте. И все. Зачем тогда тебя, как одному из великих родов, поведшему себя малодушно, почему надо необходимо тебя спасать. значит, ты тебя это устраивал? Сейчас, когда я... Мы не говорим. А именно так получается. Смотри, цитатская карта. Я разрисовал картину эту, да, разрисовал, как это все работает. Принимать ее, не принимать, это теперь ваше. Возмездием ли это назовем, спасением ли это назовем, исправлением ситуации, корректировкой, выправлением программой и так далее. Это уже подбирай слова. Как хочешь. Какой раз. Уточнение по... Можно. Вот механизм запускается, если я не пишу заявление, или как бы вселенская справедливость, она сама разруливает это? Существует ли механизм? Просто я со своей позиции жизненной, я существую? Вот как я воспринимаю мир, я существую? Давай, отвечаю. Я знаю. Отвечаю. Естественно, что есть система автопилотирования, как и у человека, то, что называется биоскафандр, да, своим компьютером, о чем я говорил до этого, что есть система сохранения, автопилотирования. Она работает во всем нашем мире. Но, помимо всего, интересно твое проявление себя. То есть, созрел ли ты? Созрела ли ты? Созрели ли они? Это школа. Не забывайте, земля, это не вечное пребывание человека. Это школа. В этой школе мы все учимся. И если кто-то сидит в тине, да, и молчит, в этом случае, значит, его эта ситуация устраивает. Значит, он будет проходить урок дальше. И вот этот круг сансары будет крутиться и дальше. Если вдруг ты решил разрулить ситуацию и разрулить решил не примитивно в лоб, а вызывая вас, да, так, чтобы это было полезно и для нее, и для тебя, и для родов твоих, там и эти, и чтобы все исправлять ситуацию, в этом случае ты, как разумный человек, послушавший эту лекцию, принимаешь очень простое решение. А давай-ка я взвешу честно, имею ли я право подавать на них высший арбитраж? Имею ли я право класть свою жизнь на уровень их жизни? Ведь это же будет так иначе удар, это будет корректировка. Может, докажут, а может, просто подкорректируют. Я не знаю, я не берусь за это что-то решать по этому поводу. Но готов ли я свою шею подставлять? Здесь-то идет разговор даже не о них, ребята. Еще раз говорю. Вот об этой шее идет разговор о своей. Готов ли ты честно, ради правды божественной, голову на течение давать? И если вдруг в какая-то ситуация ты не готов, по каким причинам не готов? С молодушничать. Струсил. Чувствуешь на совести, как камешек висит, не дает тебе. Это говорит о твоем уровне развития. Потому что если человек готов, если он чувствует, на мне греха нет. Он берет кирпич. Как это? Помните? Есть такие люди. Бросьте во мне к даме, если кто-то. Помните, идет Иисус, идет такой доволен, счастливый, из проповеди, доволен. Вдруг смотрит за будницы, бегут мужики с кирпичами, бабы с кирпичами, ее лупить собираются. Такой встал. Что вы делаете? Она блудница, мы их предребить ее должны. Пусть бросит камень тот, тот сам без греха. Все раз камни бросили, живи. Друг такой, кирпич, баба себе в голову. Мама, ну я просил не вмешиваться. Получается, как бы вот высший разум, он ждет уровня осознанности людей, чтобы быть запросом, разрулить ситуацию на земле. Экзамен, обучение, конечно, твоя позиция. То есть более четкое выражение, проявление своей позиции. Поэтому, естественно, он и без тебя обойдется. Вы что думаете, вы решаете что-то здесь? В школе вы что-то решаете? Там ты и делаешь. Вы лучше в случае стекло разбудили в школе. Понимаете, в лучшем случае бычок там затычите, чтобы потом... В школе его не может не быть. Вопрос в том, ты-то для чего это спрашиваешь? Для чего ты это делаешь? Для чего ты здесь живешь? Вопрос-то, в первую очередь, к себе задавай. Мы сейчас, исходя из вопроса, перейдем в высшую субстанцию, там, 1024 измерения, что там происходит и как этот механизм работает. Я не для этого здесь. Я не для того, чтобы вам рассказывать... А чтобы включить его. А сказки. А для того, чтобы вы поняли, что свою позицию проявить надо. Поэтому, если ты прошел мимо несправедливости, того, что кого-то обижают, а ты мимо проходишь, и там десяток мужиков долбят кого-то одного, и ты не вступился в ничего. Страшно 10 мужиков. А сколько у меня случаев таких было? Вытаскивают какого-то там... Он визжит, кричит, а они там... Вот, я просто выхожу, говорю, что делает? Они там с дубинками такими. Ты что, друг, что ли, его? Стою, нет, не друг в первый раз вижу. А что ты впрягаешься за него? Говорю, может, негодяя долбите? Может, помочь надо? Не понял. Я говорю, ну, он один, у вас 10. Чего? Кого он обидел? Он того. Я говорю, а что тогда лезете? Ну, вытащили его, помогли, пускай они вдвоем. Человеку жизнь спас? Спас, но все-таки один меньше, уречено несет. В то же время, я не полез разнимать, потому что я не знаю всей ситуации конкретно. Но, какое-то свое проявление показал, и человека не убили. Но наказали. Понимаете? Ну, наказали так, что наказал тот, кого он обидел. Это же заявление-то. А это было уже не заявление. Кон личной позиции. Это была моя личная позиция, он прошел мимо. И я разрулил не одно это. Так в этой схеме вот заявление, оно разрушает всю красоту этой схемы. Нет. Мы же рассматриваем, это совсем разные ситуации. Я тебе потом объясню отдельно. Это совсем разные ситуации. Мы, конечно, сейчас можем шоу устроить. Нет, 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 я ничего не знаю. Мы можем шоу устроить. Я знаю ответы на многие вопросы, которые неоднократно задают. Это не проблема для меня. Просто мы растянемся во времени, и несколько расширим мы, растечемся. Наша задача сейчас не в этом. Наша задача понять. Понять следующее. В этом мире, мы здесь находимся, в этом мире, это мир школы. Вы здесь для того, чтобы чего-то научиться. Ваши миры в других местах. И вы оттуда, сюда, проявлены, через вот это все. Кто-то говорит, страха нет там. Есть там страх, но он божественный страх. Страх смерти там тоже есть. Но там смерть настоящая. Здесь смерти нет в этом мире. Она не настоящая, она игрушечная. Понимаете? А там смерть настоящая. Но если вы здесь не познали, что такое страх, как вы сможете там познать страх? Если вы здесь не познали, как себя вести, как вы там сможете себя вести? А там примерно то же самое, только там условия более серьезные. Я говорю, если война, так там война. Здесь из Крамсаева, заново народитесь. А там из Крамсаева, там больше родителей нет. Там через это все обратно, обратно, обратно. Там целое место. Там крутка сущности. Там знаете, сколько всего интересно? Но мы сейчас не об этом. В кавычках интересно. Да. Кавычки ставим. Не будем уходить от темы. Поэтому здесь в данном случае еще раз говорю. Важно ваше проявление. Если вы честны, вам бояться нечего. Если вы праведны, вам бояться нечего. Если вы на стороне богов, то кто против вас? Да? Это первое. Второе. Если что-то гложет у вас на совести, в этом случае лучше остановиться, потому что вы знаете, что одинаковый удар весит, одинаковый удар. Что-то там, что здесь. И, может быть, признать, что в чем-то вы неправы. И, может быть, как-то для начала извиниться перед тем, кому вы сделали гадость. Извиниться не так, что... Ну ладно, ладно, прости. Черт с тобой такой. Нет, не так. Открыто. От сердца. Сбросить эту ткань. И тогда это обращение уже будет не нужно. Вот и все. Если нужна помощь, то и помочь нам. Вот. Но бывают случаи, бывают случаи, когда необходим такой суть. Я же не предлагаю сидеть и как это... Забиняться. Да, но за одним. А он еще мерзает. Что делаешь? Оперу пишу, да? Вот так вот. Еще вопросы есть? Из дальнего, в конце зала. Все понятно? То есть понятно, да? Понятно, только почему там дом 2 до сих пор не закрыли. А было у тебя вращение? О том, в общем, лицо. Вот сейчас, что я только один, я эту передачу не люблю. Нет, подожди. То, что ты ее не любишь, это еще есть обращение. Нет. Я знаю, что я не обращался. Ну, а что только один я не люблю. Еще коллективную яузовку. Яузовку. Слушай, а ты обращение закрыли, на чем бы мы сейчас заявили? Пример, какие-нибудь привозили бы. Понимаете, то есть заявление нет, но не нравится. Ой, как здорово. Ну, не нравится. Ну, и не нравится дальше. Ничего. Я знаю, где-то процентов 90-х людей ненавидят передачу. Так ненавидят, что они делают-то? Возвращаемся к нашей теме. Семь, не бежит. Они не хотят вокруг себя, как сейты. Достают там, ах, вы такие, ах, вы секрет. 180 миллионов, что до сих пор не отношлось для того человека, который... Хоть из миллиарда, если человек занимается не тем, что исправляет ситуацию, а только жалуется, как ему плохо, жалуется о том, что его притесняют и сеет негатив, он только увеличивает этот негатив. Нет, да это все понятно. Я просто говорю, что это все ясно. Нам же надо понять, кто мы, кто мы на этой земле. Какие-то бложки, вроде не похожи. Суслики какие-то тоже. Только еще нет тех людей, которые пишут эти земляния. То есть это нужно начать писать. Пока нет. А сам? Что? Уже есть? Ну, давайте теперь заключение. Все-таки, есть какие-то товарищи на буреневике? Ну, какие-то вопросы от вас есть? Никаких. Все ясно. Просто я подумал, что вам мешает? Нет, нет, вы тут все загомонили, мы тут присоединились. Если вопросов больше нет, тогда можно эту тему стереть. Тогда можно эту тему закончить. Желаю всем добра, до встречи. Услышимся и увидимся. Здравствуйте всем. Продолжаем наши встречи дружеские. И сегодня, наверное, поотвечаем на вопрос, который связан со второй темой. Как проявлять свою жизненную позицию по родовой нити? Как без страха это все проявлять? Как быть честным с самим собой? Как честно общаться с другими людьми? И как воздействовать на этот мир, не пытаясь его изменить с точки зрения меча и гранаты, а с точки зрения того, как оно должно быть? И давайте, наверное, начнем с того, какие у кого вопросы возникли или уточнения по второй теме. Такие мысли. Как применять, может быть? Как, может быть, не попасться на что-то? А как мне попасться на что-то? Мы это не обсудили. Вот. Давай обсудим. На что можно попасться в этой ситуации? Как вы думаете? Первое. Если неислинен сам собой, башки дадут себе. Так. Раз. Из-за этой ситуации очень легко сделать, ну, как бы, такое, вариант самолюбования, самооправдания. То есть ты написал заявление туда, вот, в высшей инстанции, и все. А очень легко забыть о том, что Бог действует через наши руки. То есть руками это тоже надо делать. Вот я таких примеров встречал очень много. Я допускаю, что я и сам такой. То есть вот как-то вовремя спохватиться вот насчет этого. То есть с одной стороны, с одной стороны, вовремя обратиться за помощью и поддержкой и передать туда, да, то есть на разбор. Вот разберитесь, пожалуйста, да. Но с другой стороны, не стать маленьким мальчиком, который все время жалуется, да, и этим используется. Не забывать действовать в физическом мире. Да, и в то же время не забывать, что ты здесь живешь, и здесь как-то себя надо проявлять. А вот как теперь себя здесь проявлять-то? Давайте об этом подумаем. Как себя здесь проявлять? Вот тут соображалка выключается напрочь, просто ты сидишь и все. Ну, мысли такие, что сначала нужно исчерпать все возможности, как сказал Евгений, руками решить вопрос, то есть самостоятельно. Когда эти все методы исчерпаны, переходить уже на заявление наверх. Знаешь, что мне предоставляется? Представляется картина какая. Конечно, я, может быть, испорчен человек. Руками, значит, решаем. И когда все методы исчерпаны... Я сделал все, что мог, ребят. Хорошо, заменим слово «решить руками» на «решить всеми доступными способами без применения физической силы». Ну, например... Например, да. Например, что, что, как? А, например, прийти и поговорить. Ну, это грубым словом. Прийти, попытаться сесть за один стол. Переговор. Условно, да, опять-таки. И попытаться... Давай разыграем сценку. Просто с телевизором рассматривали, да? Теперь телевизор вдруг орет в соседней квартире и мешает отдыхать. Да. Как ты это представляешь? Мы, значит, ну, наверное, в этот вечер ничего не делаем. На следующий день, на свежую голову, после работы, там, звоним людям, которые там... В квартиру. В квартиру. Да, живут. Э, че надо, мужик? И говорим. Ты кто? Здравствуйте. Да. Мы ваши соседи. Это че, правда? Да, живем с вами уже 10 лет. Пойдем выпьем в роддома! И за стол. Ну, пойдем. Да, пойдем. Да, пойдем. Я пошел. Перед этим поговорить. Поговорим. Без проблем. Принес? С чем разговаривать? Нет? У нас есть запасы. Алексей, а у тебя же свой опыт есть с этими стоками каблуков? Че ты, что-нибудь договорился? Нет, ничего не договорился. Ну, пусть он думает. Ну, все-таки, да? Вот, продолжаем эту сцену. Ну, хорошо. У тебя встречают такие ребята с бутуна. Весело им было. Хорошо. Сейчас голова болит. Пахмелиться принес? Да. Пахмелиться принес? Нет. Тогда о чем говорим? Все. Ну, номер не проходит. Еще варианты? Хорошо. Пишем заявление участковому о том, что соседи у меня нет. Да ты стукач. Миниция. Ты че? Ты че, стал соседей? Беспорядок. Беспорядок. Беспорядок я не интересный. Ну как, у меня там, знаете, родные спать не могут, близкие уснуть. Из-за того, что... Дальше, хорошо. Приходите, че сказать, вы? Иванов, трое детей. Дальше че? Ну, объясняем ему ситуацию. Так и так. Ну, он пришел, да. Не могут уснуть родные и близкие. Беда, согласен. Приходит. Сержант Иванов, трое детей. Вот к этим уже ребятам. А, ну, че ты, мужик? Ну, че ты? Мы сейчас не шумим хорошо. Не, ну, прошу, есть закон, да? Да. Есть закон, что там до 11, хоть на ушах стойте, после 11, до 7 утра... Тогда вопрос, что участковый должен на следующий день звонить или в этот момент, когда на ушах все стоят? Ну, если они на ушах стоят с завидным регулярным, там, с завидным постоянством, то можно, собственно, пойти в любой день и сказать, что они делают это там... Просто давай, давай вернемся тогда на землю. Для того, чтобы участковому что-то заявить, он должен получить доказательство того, что происходит. А не просто так письмо от тебя, может, ты там наглый кредитник. Поэтому участковый должен прийти, услышать это, зафиксировать это, написать протокол фиксации, ты должен расписаться, там, свидетель должен расписаться, и после этого он может принимать меры. На следующий день он приходит, но видит кучу бутылок, да, ну и что? А мы тихие алкоголики, мы тут глупо алкоголиков, мы сидели, ничего не делали. Докажи. Не проходит вариант. Ну, мы сейчас просто свалимся вот в это. Здесь надо искать какой-то другой способ. Ну, один из очень неплохих способов воздействия, да, ну, вот в общих словах не скажешь, но примерно так, нужно зацепить за совесть нападавшего. Но он же не на тебя нападает, он делает неосознанный поступок. Он же не знает, что громко, да, или, например, что мусор сюда сыпать нельзя. Он должен знать. И как бы, но при этом сыпет или делает громко. Таким образом, для того, чтобы урегулировать вопрос, нужно как-то его найти, способ зацепить за совесть. Совесть. Ключевое слово. Давайте подумаем теперь. Нарисуем. Опять наши рамочки нарисуем, да? Условные рамочки сразу говорят. Условные. Вы думаете, что сейчас мы все разграничили, клетку нарисовали? Условные только для понимания, не более того. Нечто. Нечто. Что-то еще. Совесть. Мы сейчас, наверное, не будем разговаривать, что такое совесть означает, да? Просто давайте разберемся. Когда вот так вот работает, генетически все обосновано и совесть там вложена, то все хорошо, замечательно. Как только на пути человека появляется вот это устройство, и жидкость из этого попадает вот сюда, то совесть, как и все остальное, закрывается. Она может закрыться, ну, у кого-то, ну, я не видел полностью, чтобы закрылась, конечно, но... Разумеет. Вот так вот бывает. Вот так вот бывает. Вот его совесть. Это? Угу. Поэтому говорить о совести человека, который является наркоманом, я не вижу. Возможно, например, то же самое, как к собаке голодной, выросшей на помойке, которая привыкла там ухватывать, воровать и убегать, которые грызут за это, вся оборванная, вся в блохах. Вот что-то сказать по поводу того, что ты украл кусок мяса. Воздействие на собаку, ну, да, хороший пример, между прочим, для того, чтобы зацепить ее за совесть, можно ее покормить из рук, и она возьмет. Да, а он хочет его напоить из рук. А чем я его напою из рук? Это уже момент моего могущества, как говорит Сергей. А его интересуют только одно, его интересуют только тело. Дело в том, что при таком восходе, вот, очень хорошо нарисована, вот, у тебя линия совести, да, и дальше, ну, вот, туман. А на самом деле, она из-за, вот, ну, как мне видится, да, я, из-за любых воздействий, она просто растягивается вот в эту бесконечность. Таким образом, путь, вот, ну, совести к точке, вот, в голову ему, да, очень длинный. Очень. Хорошо, конкретное предложение. Я не могу сделать конкретное предложение, могу там привести несколько примеров для собственной практики. Давай, давай, конечно. Ну, вот, например, я представлю, чтобы... Чтобы все тебя видели. Ну, что, да, не только слышали. Ну, вот, например, такой пример. На соседнем участке люди пилят дрова и не сжигают их, казалось бы, такая простая, а несут на границу всех остальных участков, создавая огромные завалы. Эти завалы растут, 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 создают опасность для линии электропередачи. Любая спичка, линия, и ни у кого нет света. Они свою проблему перекладывают на соседцев. Ну, вот, ну, то есть, у них все нормально, а у остальных трава не расти. В этом случае достаточно сказать здрасте. Здрасте. Да. И мы не сыграем спаррингов здесь, потому что я рассказываю конкретный пример, а не некий образ. Да, я понял. Да, когда ты с человеком здороваешься, ты его сосед, он тебя видит, вон твой дом, и задаешь простой вопрос, а зачем вы туда уносите? Вот простой вопрос, зачем вы уносите туда, а не сжигаете сами, вызывает, я несколько человек, которые рассказывают, в бабушке и в юноше вызывают одно и то же чувство, им стыдно. И тут вдруг, я ничего не сказал, никуда не ткнул, может быть механизм какой-то другой. Они начинают беспокоиться. Ну, или, допустим, там, точно так же, только он что-то, ну, выбрасывает мусор, идет дорогой пакетик, раз, и не заметил. Типа не заметил. Ну, да, ему же неудобно. Он же вроде понимает, а так вокруг, сразу, помойка растет, раз такой, там, ну, я утрированно, я не поймал, спрашиваю, а что это вы выбросили только что? Вот простой вопрос, я ничего не сказал еще. Тоже момент вот возникает в нем, и он уже готов всю помойку собрать, только бы я и на него больше не смотрел. Ну, готов этот пакетик съесть. Ну, а, как бы, теперь интересный вопрос, как завершить эту? Ты уже бардан, ты снимаешь, когда ты отспрашиваешь? Не, у него, понятно. Тогда понятно, понятно. Не, я даже не сжюсь в этот момент. Ну, так, тихо, 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 дайте договорить. Ну, тихо, тихо, тихо. А дальше ситуация, ну, я лично поступаю таким образом, я не заставляю забрать пакетик. Я ему обычно говорю, я сам уберу твой пакетик, но ты так больше не делай. И это работает железобетонно. Пример пока. Это есть в схеме? Ну, твои описанные, в том и другом случае. Ну, откуда ж я знаю, я его вижу первый раз в жизни. Я, как бы, алкометром не танцам. Насчет, я сейчас вспомню, история с водкой была, но сейчас я не воспроизвожу прямо сразу. Вот крутится на языке, я не помню, что была за история и чем закончилась. Она, ну, немножко кривовато прозвучит. Доброе, доброе проникновение в ситуацию всегда ее меняет. Здесь надо разобраться, что такое доброе пистолет, и надо тоже делать добрые дела. Это зависит от носителя. Да, да, да. Ну, иногда он просто, да. Это зависит от носителя и способа его применения. Но в любом случае, да, если собака, собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Все. Вот и дальше можно, ну, я не буду накручивать, но я рассказал свой личный вопрос. Пример еще может туда прокусать. Пример. Пример. Ну, я говорю, что в данном случае, если я вижу вот это, то не явно от этого проявлено. Ну, оно так или иначе в нашей жизни есть, от него не откажешься. Есть, но не факт. Мы же рассматриваем ситуацию какую. Ребята совесть уже не имеют, потому что они находятся на наркоте. А, вспомнил про алкоголь. В моей бытной другой жизни был у меня сотрудник один, который периодически реально, даже не один, заезжал в это дело и рушил все производственные планы. Я, как бы, опыта тогда имел значительно меньше, да, и действовал, как обычный работодатель. Ну, там, сначала старфовал, потом водил его к врачу, вшивал, ничего не помогал. Пока я не взял на себя труд, не знаю, там, 40 раз повторить ему, ну, 40 раз, там, тысячу раз объяснить ему, что он хороший, что он мне нужен для дела, а не для водки. Ну, это вот было в моей степени, да, да, он западал, но потом совесть и стыд его мучили, и вот, да, тут ситуация такая, хочешь выравнивать, придется вот эту длинную ниточку с ним проходить. То есть ты пробудил в нем, да, сознание? Оно в нем есть. Нет, я не сказал, что когда спит, когда спит, пробуждать, то есть есть. Пробуждать, да, пробуждать. Вот тупым повторением. Вот не ленился повторять, почему? А у меня не было выбора. Ну, вот как у, там, не знаю, у командира карты. Ты ему сказал, что он хороший, что он тебе нужен, да, что он нужен себе. Да, что он специалист, ну, и так далее, что он потеряет свою квалификацию таким образом, я не смогу его вшивать вечно, тем более это не работает, и так далее. Ну, много раз с ним, причем, ну, дистанцию старался сократить, то есть не я сверху на него там, да. А вот так. Да. А вот это вот, да, вот это. Да, на горизонтальной плоскости, как бы, да, не получилось, первый раз он пришел с понурым видом, я не вспомню, не получилось и так далее. Я не скажу, что я добился стопроцентного результата, но он выпрямлялся. Да, отличная примера. В данном случае просто, когда мы говорим про соседей, ограниченных стенкой и клетчатой клетки или чем-то еще, да, то в этом случае вариант этот уже... Очень тяжелый. Очень тяжелый, а, скорее всего, даже и невыполнимый. 40 раз заходить к ним в гости и 40 раз им говорить о том, что вы мне очень нравитесь, вы очень хорошие. Ну, я могу, чтобы закончить этот пример и, как бы, отпустить ситуацию, могу сказать, что если с другой точки зрения смотреть на вот эту проблему, как соседи, которые тебе в бубен все время стучат, с другой стороны, то и решить, что они стучат тебе в бубен из-за тебя, из-за тебя они стучат. Ну, вот, меру ответственности берешь на себя вот такую и ищешь, что, почему они вот себя так ведут. Из-за тебя как? Ну, не знаю, если поверить закону природы, что вселенная вокруг тебя из-за тебя, ну, не обсуждая. Прождая. Да, ты ее создаешь вокруг себя, вокруг тебя такая реальная, ты это хотел, ты это получил. Почему хотел быть героем Советского Союза, а только дали гранату, непонятно. Как бы, есть проблема вот с этой коммуникацией. Ну, механизм же сложный, очень сложный. Мы его можем только фрагментарно исследовать. И получается, что тебе дали вот такую ношу в виде вот этого соседа. Вот и неси. Хорошо, но в этом случае тогда и рыпаться не надо. Почему же? Ну, потому что если все из-за тебя в этом мире, в этом случае ты должен себе это все рассказывать. А когда люди уже с бубнами и с водкой танцуют, пляшут и на следующий день с бодуна, то в этом случае им рассказывать о том, что их проблема из-за тебя... Ну, их проблема из-за них. И у нас получается, это самое висико-пискос, мы соприкоснулись. А способны ли они понять в этом состоянии? Конечно способны. В таком нет, но надо же... А не постоянно у него? Не постоянно. Ну ладно, хорошо. Меры воздействия, вот именно к этой ситуации. Страх. То есть ты хочешь их напугать? То есть страх, например, перед законом. Дяденька придет участковый и вас всех построит. Нет, можно завести административное дело. Завел. Да, можно устроить суд. Можно. Можно наложить на них штраф. Можно. И это все будет их пугать в какой-то степени и отводить от того, чтобы заниматься вечерами тем... Друзья мои, известны такие случаи, когда вдруг по телевизору часто показывают. Вот такой-то, такой-то, за ним полиция гонялась там на фотообиле два часа, пока у него бензин не закончился и пока вот он в столб не врезался. Оказалось, что он уже имеет кучу штрафов, предупреждений и лишения прав на три месяца. Все равно садился за руль, все равно гонялся и так далее. Известно, такие случаи. Может еще 15 суток отсидеть и потом еще опять... То есть вариант страха в частности, блокировка происходит наркотик, блокирует и сознание, и совесть, и стыд. Наркотик, он превращает человека в человекообразное существо. Поэтому говорить о воздействии разумности какой-то, здравомыслия, при блокировке... Здесь не разумность, здесь страх. Страх. Говорить о страхе. Он испугался, он вошел в агрессию. Подберут квартиру, переселят. Ну это ладно, какой... Он в этом состоянии не понимает, что это брать квартиру. Для него он сейчас и здесь существует. Но он понимает, когда протрезвеет, когда ему это сказали. На 20 минут никогда. Чтобы он протрезвел, необходимо, как дней 10, чтобы прошло, чтобы трезвость полная настала. А он через неделю опять будет такой, выходные наступят. Алкоголь действует не один, не два дня. Алкоголь действует до 30 дней. Там полная градация. И 10 дней он находится в состоянии. Три дня это полная у него, там, заторможность, что-то еще. И еще где-то там 5-6 дней в него выход происходит. Примерно до 10 дней. Более-менее. Вот тогда с ним что-то, о чем-то можно говорить. Лучше всего, чем через 30 дней начать говорить, когда что-то есть. Вот тогда воздержание. А мы-то говорим, что люди предоставлены сами себе. Вот их комнатушка. Вот они-то сядут. Вот тут ты находишься. Вот тут дверь. Вот тут дверь. И вот они тут веселые такие. И вот тут ты такой недовольный, несчастливый. А они вот пришли с работы. Надо же отдохнуть. Ты что, нам типа отдохнуть? Мы же к тебе не стучимся. В дверь не влюем тебе водку. А то, что мы там чуть-чуть погромче сказали, ну всякое бывает. Ну хорошо, то есть вот мы и использовали тот набор методов перед тем, как писать наверх. Правда, да? Да. Значит, ну я буду говорить применительно к этой ситуации. Да. Во-первых, я согласен с Ростиславом, что ни одна ситуация в жизни человека не происходит просто так, не возникает. То есть она происходит, он сам ее к себе притягивает. Первый момент. То есть, соответственно, иногда бывает так, что стоит ему разобраться в себе, прежде всего, не в соседях, а в себе. То есть какой вопрос ему надо проработать, какой урок выучить, и эта ситуация может уйти. Там постепенно, через какое-то время, там лучше он прорабатывает, хуже, но каким-то образом она решается. То есть это все было. Я рассказываю тоже на примерах. Второй момент, допустим, не смог он выйти на причину, но не понимает, что ему надо проработать. Ну вот соседи там мешают, дети не спят, то есть и так далее. Тогда можно попробовать вариант, поскольку у нас занятие поедичкой магии, попробовать помагичить чуть-чуть, без обращения в какие-то высшие инстанции. То есть тут ничего такого особенного нет. Нужно представить себе, визуализировать тот результат, который тебе нужен. То есть в данном конкретном случае человеку нужно, чтобы после 10 часов была тишина. Он визуализирует, представляет картинку, что в 10 часов вечера, когда дети ложатся спать, на протяжении всей ночи у него никто не шумит за стенками, полная тишина, никто не мешает спать. То есть эта ситуация, которую он визуализирует, она помогает, ну как бы на энергетическом плане что-то перестраивается и, соответственно, каким-то образом ситуация решается. То есть человек сам делает выбор из множества вероятностей, он делает выбор в пользу той вероятности, где ситуация с соседями каким-то образом решается. Вот, собственно говоря, два выхода из ситуации без привлечения каких-то высших. Отлично. Значит так, первое, надо понять, почему это происходит в его жизни. Да. И второе, визуализировать такую ситуацию, которая бы его устраивала в жизни. Результат, который его устраивает. То есть представить себе четкий результат и к нему следовать. То есть создать некие магические условия для исполнения магического кожи. Следовать ничему не надо. То есть он должен представить, что в 10 часов вечера у него в доме наступает тишина, как бы никто не мешает спать. Просто представить. Да, ну как можно ярче, что... Захотить. Образ. Образ, да. Вот он 10 часов, он смотрит на часы, у него тишина, как бы никто ему не мешает спать, он ложится спокойно, как бы... Ну, то есть пожить немного в той ситуации, когда у него после 10 часов полная тишина, как бы... Обращаться сюда надо? Нет. Через какое-то время, как бы, нужный результат наступает. То есть сюда не обращаемся вообще? Подожди, а то, что ты говоришь, вот это помогичить, представить, это, собственно, и есть ритуал? Обращение. Это отношение, как честы, нет, собственно, ты туда и обращаешься. Нет, никуда не нужно обращаться. Ритуала никакого нет. Ты представляешь тот результат, который тебе нужен в твоей жизни. То есть, как бы, в твоей жизни нужен результат, что после 10 вечера тебе дают спать спокойно и твоей семье. Ты визуализируешь этот результат. Все. Никуда обращаться не нужно. Можно ли сказать, что надо сильно захотеть вот то, что... Ну, другими словами. Да, конечно, нужно какую-то, ну, как бы, эмоцию, какую-то энергию в этот результат нужно вложить. Хорошо. Давай тогда вот по этому последнему выскажу свое представление, как это все действует, да? Есть такое понятие бытовая магия. Значит, как это действует? Возьмите, давайте, простой пример. Например, путь из этой точки в ту точку, к примеру, к холодильнику, да? И взять из холодильника что-либо, что тебе нужно. Бытовая магия. В общем-то, бытовая магия. Мы об этом просто не понимаем. Что в бытовой магии, какие элементы присутствуют? Первое. Точка отправки и точка конечной четко представлены, да? Иду отсюда, иду туда. Первое. Точка А, точка Б, да? Ясно. Иду сюда и сюда. Второе. Я четко представляю, для чего я туда иду. Есть цель не просто туда прийти, а для чего-то прийти. То есть возникает образ и возникает необходимость оказаться там. То есть некое представление, что там будет. Вот, дальше. После этого необходимо знать, что каждый шаг я знаю, как я сделаю. Видите? Сейчас, сейчас. Я закончу. Для того, чтобы дойти до этой точки. После этого мне необходимо понимать, что если меня кто-то в этот момент отвлечет, я до цели не найду. Помимо всего, еще необходимо на каждом шагу не отвлекаться. То есть я сделаю этот шаг, я понимаю, что я делаю для того, чтобы попасть туда. Есть этот момент, кто-то скажет, эй, товарищ, а что? Идите-ка сюда, да. Не дошел. Туда я не дошел. То есть представление цели, представление пути до этой цели, представление, зачем тебе там надо быть, четкое представление. Представление тех шагов, которые необходимы для достижения той цели, и ни на каком шагу отвлекаться нельзя. Вот это называется бытовая магия. Если хотя бы один из этих элементов мы исключаем, бытовая магия разрушается сразу. Поэтому, если мы отталкиваемся от этого всего, мы понимаем, вот в данном случае с соседями, можно представить себе, и нужно, скорее всего, попытаться вот так, как ты и сказал, сделать. То есть представить себе о том, что в 10 часов наступает тишь да гладь, да Божья благодать, людям почему-то не хочется выпивать, даже в субботу, когда они пришли с трудной вахты, рабочей смены. И почему-то они будут, например, слушать, ну, к примеру, там, какую-нибудь релаксационную музыку, тихонечко, чтобы насладиться. Это уже не важно, что они будут. К примеру, ну, к примеру, к примеру. Ну, чем-то они будут заниматься таким, что не будет шума, да. Подходит ли вот это все под бытовую магию? Два момента. Первый момент. Не нужно представлять, чем будут заниматься соседи. Нужно представлять себя в образе того, что, как бы, у тебя будет все в порядке. Ты находишься там, где нет шума. Да, ты находишься там, где нет шума. Но именно не где-то там, где нет шума, а в твоем доме, в своей комнате, где нет шума. Первый момент. Второй момент. Путь здесь абсолютно не нужен. Ну, в данном случае, да, ты находишься не нужен. Путь не нужен, нужно только хорошо представить конечный результат. Все. Движение по пути, неважно, какое оно будет. Вот человек находится здесь Человек находится здесь Тот, который устраивает все попойки И здесь, и вот здесь Значит, что, по идее, должно произойти? Когда спросили Нужно ли нам подключаться сюда? Говоришь, нет, не обязательно Хотя, учитывая, что подключение есть И у тебя, и у него Ну, фактически там и у всех есть Да, невозможно это исключать Значит, уже подключение есть Значит, необходимость этого присутствует Просто мы об этом не задумываемся О том, а что более всего важно для человека Ну, и говорят Еда, питье и так далее Да, а кто-то говорит Ты нос себе заткни, да? И все понимают, что сапогладый Потому что Не пить можно несколько дней Нормально, не есть можно Десятка дней, тоже хорошо Но затыкаешь, и как бы там полминуты проходит И ощущаешь, что это уже в организме не так происходит Поэтому мы часто не замечаем Те вещи, которые, например, рыба не замечает Что такое вода И понимают, что в воде было лучше, что такое вода Когда ее кто-то рыбак на берег потаскивает Вот человек примерно так же живет Мы не замечаем самое главное Вот Поэтому мы можем работать на горизонтали Вот здесь И создаем некое ментальное представление И оно, хочешь не хочешь, его поглощает Это хороший уровень, все замечательно, здорово Но если мы еще подключаем вот этот уровень То тогда у нас происходит воздействие вот такое вот Оно более существенное, более важное Не, может быть Я просто говорю, как-то не задействовать там какие-то высшие силы А ты так иначе их задействуешь? Ты так иначе их лучше задействуешь? Нет, не так Потому что вообще, ну как бы, есть много вероятностей И разных событий, которые не проявлены То есть соседи могут пить, могут не пить, могут переехать Может у них прием Ну понятно, вариант То есть ты притягиваешь ту вероятность, которая нужна тебе Притягиваешь Выбираешь Выбираешь Вот такое слово Тоже отсюда же идет То есть Понятно, что зарождается все на тонком плане Правильно Поэтому когда мы говорим только про горизонтальные Это называется немножечко по-другому Это называется чернушничество Чернуха, она никогда не подразумевает божественный план Чернуха, например, горизонталь А мы сейчас еще разбираемся К примеру, родовую нить Конечно, мы Поэтому вот тут Да, вот тут надо понимать Что если вдруг По каким-то причинам Ты заслуживаешь вот этого Как бы ты тут Кочетом не танцевал, не пел По утрам, да? Солнышко не взойдет Понимаете, да? Они все равно будут пыхать То есть здесь надо понимать, разобраться Вот первое, что я сказал Разобраться в себе Почему Да, я поэтому сказал Это вот это самое главное Почему? Потому что здесь бывает так Ты в той жизни Или в одной жизни Примерно делал то же самое И сейчас, дружище Ты по полной программе Должен ощутить это все И так этим насладиться Чтоб тебя пробрало И чтоб ты Вот, поэтому Сколько ты здесь не медитируй Сколько ты здесь образ не создавай Сколько ты его на этом уровне Сколько ты чернухой не занимаешь Сколько усугубишь это дело Потому что бывает так Избежание наказаний Оно усиливает это наказание Знаете, так вот Я все дальше и дальше Но все больше и больше Да, она может повториться в другом Да, да, да Поэтому чернухой мы не занимаемся Сразу говорю, да? Нас чернухой не интересуют Все-таки люди, которые развиваются Они чернухой А чернухой пытаются уйти А чернуха это вот Взаимодействие вот такое вот Горизонтальное И не более того Вот это вот не выстраивается Ведическое наше не выстраивается Ну и все-таки всегда Мы пришли отсюда Воплотились здесь Благодаря вот этому То, что мы там есть И после этого Мы этим же и пользуемся Мы не должны вот это обрывать Обрезать Это самое главное Поэтому бытовая магия Она строится на том Что все равно Вы делаете все в конве Присутствие здесь Вот это вот самый главный секрет Бытовой магии Потому что если вы вот это убираете Наступает чернушничество Понимаете отличие Чернушничество То есть я сам Я крутой Я знаю что делать Я знаю как делать И он продавливает Тем самым он создает ситуацию На будущую жизнь Что сейчас называют кармой А там дальше Он возвращается Иди сюда Что ты там делаешь Вот это На тебе И он говорит Господи за что же мне такое Брателла Извиняюсь Ты все это сделал Вот Поэтому чернушничество Мы исключаем И помним все время про это Поэтому Когда Всегда же было так На Бога-то надейся Да Но сам не плашай Но первая часть На Бога надейся А мы немножечко переводим По другому Знай Ведай Никогда не теряй связи Род Родичи Никогда тебя не оставят И если ты открыт для них В этом случае Тебе всегда оказывается помощь То же самое Как приходит Мальчик сын пришел к отцу И спросил Что такое хорошо Что такое плохо И папа все ему рассказал Вот примерно то же самое здесь Горизонталь мы не исключаем Но в первую очередь Обращение суда Здесь Помню что все Находятся здесь Все находятся здесь Исключать это нельзя Иначе это опять Самонадеянность Пытаться себя поставить На уровень Бога Будучи на уровне Очень низком И решать за тех Которые здесь все устраивали Что-либо Здесь на этом уровне Это Такой показатель Или недалекости Или слишком Излишней самонадеятельности А это очень опасно Потому что все равно же Вы вернетесь туда Ну как Вы там с этим Сражались Бились В конечном итоге Возвращаетесь туда И вас там С распростертными Ветными встречают И говорят Ну и чего Да так получилось Понятно Еще разок На тебе вместо одного соседа На тебе еще одного И давай Та-та-да-та-да-дам Теперь двое соседей Вот к чему приводит Самонадеятельность Вот к чему приходит Чернушевская магия Поэтому в первую очередь Родовая нить должна всегда оставаться Вы всегда должны находиться В этом канале В этом светлом потоке Вы должны Как я сказал в прошлый раз Недостаточно быть в потоке Необходимо быть В понятном вам потоке В нужном потоке То есть вот три потока Один из трубы Льется горная вода Из другого Речная вода А из третьего Городская канализация Три потока Выбирай на вкус Все потоки хороши Выбирай на вкус Одному понятно Хочется в этом Другому в этом А третьему все равно В каком Вот примерно То же самое получается Когда человек говорит Я в потоке В каком Вот если вы в этом потоке Все хорошо Замечательно Смысл ясен? Так Разбираем дальше Итак Какие еще варианты есть? Умелые Давай Очень интересно Вот то что все Что вы описали Вот допустим По поводу кармы Вот То есть там Такое элементарное То есть через нас Бог узнает сам себя Ну можно и так сказать Вот И вот Ты что-то придумал Что ты сделал Там неважно Что там Ну Как-то вот Извернулся там На горизонтальном плане Что-то придумал Как ты извернулся Там Вышел из ситуации Возникла некая ситуация Которую Бог познал через тебя С одной стороны Ну-ка давай посмотрим С другой стороны Тут же тебе Раз Обратно То есть То что произошло На горизонтальном плане Оно подлежит Рассмотрению Со всех сторон А ты же взаимодействуешь То есть взаимодействуешь С разными другими Соответственно И точек зрения тоже Вот этих вот измерений Их тоже много Вокруг данной ситуации То есть И вот Чтобы это все Нужно смотреть То есть нужно Чтобы познать целиком Весь процесс Нужно посмотреть Со всех Да Человек не может Тебя начинает помещать Жизнь начинает тебя Волдохать По разным точкам Вот вокруг Этого процесса Согласен Твоими глазами Начинает его рассматривать То есть необходимо Ни в каком месте Здесь нет Элементарное любопытство То есть возможно Что это сделать За одну жизнь А возможно За несколько жизней Да Вот грубо говоря Камешек Вот у него грань Плоскости Да Вот Ты был здесь Потом Справился с ним Еще в этой жизни Тебя там С этим опытом Перемещает сюда Потом сюда Сюда Жизнь закончилась А еще камешек Остался не следом В следующей жизни Ты приходишь Уже с этими знаниями Сюда 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 И так За одну За две жизни Грубо говоря Если не успел Все за одну сделать Хотя по идее Это все надо за одну делать По большому счету К тебя И говорят Молодец Все Народное Славянское радио Все нужно Все важно Славянское радио Славянское радио Славянское радио